В студии Вашингтон, я Наталья Леонова. Здравствуйте. В США усиливается давление на администрацию Обамы со стороны американских экспертов и дипломатов относительно незамедлительной помощи Украине оружием и деньгами. Так, в редакционной статье газеты Washington Post утверждается, что Путин не отступит под давлением экономических санкций, потому что эффективны они лишь в долгосрочной перспективе. Он остановится только если цена войны для его режима существенно возрастет. Оружие может остановить только оружие, заключает Washington Post. В столице США эксперты ведущих аналитических центров представили доклад, в котором аргументировали, почему правительство США должно немедленно предоставить Украине летальную военную помощь. Называют вещи своими именами. Это война. Это не гибридная война, это настоящая война. Это война против Украины. Это война не только против Украины, война против Европы. Война против сложившегося порядка, сложившихся правил международных отношений. Нарушив запрет об изменении границы суверенного государства с помощью силы, Россия бросила вызов мировому порядку. Россия не только нарушила это правило международного права, она нарушила и другие договоренности. Возник вопрос, как реагировать на такие действия. Наш подход, предоставление несмертоносной военной помощи и наложение санкций оказался недостаточным. После того, как Путин продолжил свои действия, мы пришли к выводу, что необходимо прибегнуть к военному сдерживанию. Мы провели ряд встреч как в Брюссере, так и в Украине. Мы получили четкую картину того, что нужно украинским вооруженным силам. Наш вывод – пора правительству США серьезно помочь Украине. Мы рекомендуем предоставлять ежегодно миллиард долларов в виде военной помощи в 2015, 2016 и 2017 годах. Эта помощь должна поступать немедленно. Мы также рекомендуем правительству США прислать помощь из американских военных складов. Все, что мы предлагаем – это оборонительное оружие. Мы не предлагаем предоставить Украине оружие наступательного характера. Украинцы его не хотят, оно им не нужно. У них нет наступательных целей. Они хотят защитить свою территорию. От Украины же ожидают реформ. Правительство президента Порошенко и премьера Яценюка должно провести реформы, несмотря на войну. Война – лучшее время это сделать, поскольку украинцы понимают, что война требует определенных жертв. Проведя серьезные реформы, украинское правительство сможет консолидировать страну. В эксклюзивном интервью украинской службе ГОСА Америки пресс-секретарь госдепа Джен Саки заявила, что советы экспертов учтут. А пути помощи Украине американские чиновники будут искать в Киеве во время визита официальной делегации во главе с госсекретарем США Джоном Кэрри. У нас запланирован ряд встреч с представителями украинского правительства и некоторыми новыми депутатами из парламента. Мы будем говорить о состоянии дела, о том, как провести необходимые реформы, о том, как мы можем помочь Украине, пока она находится в переходном периоде, о том, как мы можем снова предоставить нашу сильную поддержку Украине. Советы экспертов и дипломатов Саки комментируют сдержанно. Как вы знаете, это группа очень важных бывших чиновников, но сейчас они не являются представителями американского правительства, хотя и служили этому правительству в прошлом. Мы рассматриваем их предложения. В администрации у нас продолжаются непрерывные дискуссии о помощи украинскому правительству, предоставление которой мы надеемся продолжить. Только за последние несколько месяцев мы увеличили нашу поддержку на 118 миллионов долларов нелетальной помощи, прошедшую в СМИ информацию о возможности предоставления Соединенными Штатами Украины летального оружия ПСАКИ не подтвердила, но не исключила. В первую очередь США полагаются на дипломатию, сказала она. Мы видим дипломатическое решение этого вопроса, и также поддержали бы политическое решение. Как вы знаете, есть минские договоренности, которые Россия и поддерживаемые ею сепаратисты просто-напросто должны имплементировать. Украина это сделала. Украина предприняла шаги для того, чтобы имплементировать определенные компоненты минских договоренностей. Вопрос в том, готова ли Россия сделать то же. И если они готовы, мы бы сняли часть санкций, которые были на них наложены.